всем привет мы на прогулке погода у нас сегодня вообще от ас как из пульверизатора поливает мы уже прогулку заканчиваем я хочу вам сегодня показать свой опыт выращивания мха который собран с улицы и подсажен в банку закрытую драгоценные орхидеи взяла кусочком х просто вот слабо дороги также как сейчас озерцем увидела мох который прям ну очень маленький такой прям знаете как почвопокровник мелкие 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 и его взяла часто если найду вам его покажу как он растет в природе вот такой смотрите видите какой он про маленький-маленький такой вот почвопокровник я вот с каждой прогулки приносила вот по такому кусочку и закладывала дно там где у меня посажены орхидеи вот еще смотрите кусочек а вот наверное это я наверно здесь и брала в общем вот что у меня получилось такая есть у меня банка я не знаю насколько она какого она объема купала я ее в каком-то хозяйственном магазине уже сто лет назад у меня в ней раньше бегония росла антиоксус по-моему потом она в ней разрослась жутко в общем не суть и в эту банку я решила определить новую свою драгоценную орхидею я ее как-то показывала видео я ее покупала в закупке в голландской вот и я ее решил сюда посадить сидела она у меня здесь одна денежка просто в грунт вознутая с краю предусмотрительно чтобы если что что-то сюда можно было еще досадить подсадить подселить и подселила я в итоге еще одну детку драгоценные орхидеи макода спитола это прямо малюсенькая малюсенькая деточка пасыночек который вырос у меня на моем кустике я ее отделила и тоже ткнул сюда но она вроде прижилась вот потихонечку растет тут уже листик разворачивается там у нее новый потом у меня еще была и точнее она и есть вон у нас там сидит малюсенькая микро мини орхидейка которая у меня висела на блоке и она мне постоянно пересыхала я ее тоже туда положила даже немножко прикопнула ей в грунт корни не помню как она называется не буду сейчас даже голову ломать вспоминать но видите того не этот вот зеленый прирост сейчас попробую приблизить вот листик не хочет фокусировать вот он это вот уже свежий листик который вырос в этой банке и землю надо было чем-то покрыть думаю дай-ка я вот этого мха который я вам показывала принесу и сюда подсажу и я стала вот сюда носить мог с каждой прогулки по кусочку но выбирал такие покрасивее посочнее и подсаживала ну и следовательно с этим мхом видимо я на приносила какой-то еще травы потому что у меня из этого вот мха выросла все остальное то что вы сейчас видите тут и трава какая-то проросла вот пожалуйста видите такие травинки и вот такие травинки какие-то проросли и вот это что-то такое проросло непонятное похоже по структуре на очи так какое-то такое суккулентно подобное растение не знаю что это такое тоже тут проросло вот так вот все у меня сейчас это выглядит я думаю это все будет совершенно неплохо расти в банке под крышкой тепло влажно красота такой вот получился импровизированный у меня даже не знаю как и назвать то махариум наверное как как они называются есть люди которые увлекаются всякими разными мхами которые их собирают коллекционируют также растят во флорариумах по моему даже группа вконтакте есть именно вот увлеченных этими растениями и вот так вот буду и я растить вот этот мух смотрите какой он стал красивый такой прям насыщенный зеленого цвета такой весь воздушно кудрявый смотрите какая красота такие веточки какие-то такие но я думаю что он освоит потом в итоге все лысые места в этой банке и наверное даже придется мне куски отсюда отсаживать но поживем увидим посмотрим что будет дальше пока что полет нормальный я думаю что можно приносить всякие разные мхи какие-то такие почвопокровные и подсаживать в те же самые флорариумы в полюдариумы а вот кстати вот еще кусочек мха только другого я еще сюда подсадила посмотреть будет лежить или нет но тоже вроде ничего так нормально попробуем показать сверху не видно знаете вот это он обычно растет на камнях на коряжках на каких-то тоже как-то с зевсом шли решила взять немножко вот сюда в угол бросила плохо фокусируется банка искажает тяжело конечно я вот даже знаете думаю жалею что я очень хотела но не воплотила в жизнь есть такие мини террариумы которые используются для содержания пауков там скорпиона всякие разные таким мини-мини кубики там 20 20 на 20 я думаю что вот такой бы кубик очень бы хорошо подошел вот под содержание такого махариума с какими-то природными травками с теми же самыми драгоценными орхидеями было бы очень красиво может быть когда-нибудь я такой сделаю себе вот но пока вот все вся эта растительность у меня живут в такой банке крышка у меня кстати совершенно совсем от другой банки здесь должна быть еще такая резиновая прокладка но я ее вытащила специально чтобы она вот так вот скользила чтобы чуть-чуть были зазоры что потому что совсем не замкнутая система была и было хоть какое-то проветривание потому что она довольно быстро запотевает если ее не проветривать вот и еще сейчас я вам расскажу про тилансии меня просили показать тилансии мои которых у меня собственно говоря и не осталось у меня осталась она сейчас я ее вам покажу тилансии у меня осталась одна я не знаю как она правильно называется по-моему иоанта или иоланта их было у меня три штуки они покупались разного цвета одна была зеленая одна была красная и одна была желтая потом итоге они все позеленили я так полагаю что может быть они были какие-то крашенки вот выжила только одна которая была зеленая остальные они как-то все усыхали 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 и постихонечку сошли на нет вот обрастает она довольно активно детками я тут с нее уже поснимаю даже детки вот тут вот она лежит и вот там еще одна даже уже такая вот становится закругляться и еще вот кусочки столько деток не знаю я можно в таком размере детки снимать или нет ну они-то друг дружки все мешались поэтому немножко я поснимала с нее деточек посмотрю вырастут не вырастут мой уход за телом 7 просто я вообще забываю чаще про них очень часто забываю что их надо купать что их надо поливать но примерно раз в неделю когда поливаю свои растения я несу тилансию бросаю просто в аквариум и она у меня там плавает в аквариум могу на ночь бросить она прекрасно там плавает утром она напивается такая становится упругая и утром я ее забираю либо я кидаю ее ведро с разведенным удобрением когда поливаю с удобрением комнатные цветы и она плавает в этом удобрении также напитывается потом я ее ставлю вот здесь она у меня живет в орхидеях ну либо в один горшок либо в другой горшок и вот прекрасно себя здесь чувствует вот так вот всех я кто-то определила к орхидейкам так сверху лежат то там света довольно таки много достаточно и хорошо они тут растут с трех осталось у меня одна и немножко деток такой вот уход а еще смотрите у меня моего красавца дремя общества уже получается выросла домашних сколько 23 листа наверно уже домашних и сейчас заметила что тут смотрите как-то лезет деточка похоже вот какое неприхотливое оказалось растение прям я очень довольна что его купила хорош такие такие листики у него прям такие кожистые упругие прикольный цветочек ну вот и все на этом буду сегодняшнее видео заканчивать не знаю насколько она была для вас содержательная но может быть кому-то подала идею как разнообразить свое комнатное цветоводство и придумать что-то вот такое такой небольшой мирок в банке самхом с какими-нибудь цветочками с миниатюрными которые можно растить в замкнутой системе есть микро мини бегонии вот драгоценные орхидеи хорошо растут таких банках маленькие вот такие мхи в общем идей и полет фантазии вообще просто громаднейший поэтому обязательно пользуйтесь растите единственное что только нужно много света для того чтобы все это дело у вас росло и не чахло потому что даже те же самые мхи они растут все-таки в природе на ярком освещении довольно повышенной влажно на улице влажность много больше чем у нас дома в квартире ну и та же самая травка и те же самые даже драгоценные орхидеи поэтому свет обязательно нужен хороший для того чтобы все это у вас росло и не гибло но все на этом буду прощаться спасибо огромное за просмотр если вы не подписаны до сих пор на канал подписывайтесь обязательно ставьте лайк и увидимся следующем видео пока пока